Доброго утрочка, все мои хорошие друзья! И я дома у мамы, если вдруг кто пропустил предыдущий влог, посмотрите! Я приехала в Черкассы, и я вот у мамочки. Привет! Привет! Добрый дурничку, мне мы будем сейчас завтракать. Мама сделала какую-то странную штуку, как обычно, сейчас будем её пробовать. Как ты сказала? Какую-то странную штуку. Я думала, стрёмную. А, не, странную. Там что-то есть сырой гречки. Зелёной. Да, это звучит плохо. Но мама сказала, будет вкусно. Я не знаю, как я к этому относиться, но если что, на замену у меня есть батат, поэтому мне не так страшно. Будем сейчас тестировать. Выглядит как паштеты с трески. О, ну теперь как паштеты с трески с ягодами. Приятного аппетита. Вот так. Пахнет не гречкой. Пахнет не знаю чем, непонятно чем. Пробуй пока тёплое. Оно тёплое? Оно тёплое. Оно ещё и тёплое? Да. А ваше здоровье? Чё-то непонятное. Нормально, возьми пожуй всё вместе с ягодкой. Не понимаю. Если бы я тебе не показала изначально, что это гречка... Я бы точно не стала это есть. Там гречка с изюмом, с финиками, короче, и с кокосовой пастой. Сложно. Сложно. Ну вот. Ну интересно. Так. Необычно. Греть батат? Не знаю пока. Подожди. Я ещё одну попытку дам. Сырой гречке. Капец. Просто мой мозг не знает, что чувствовать. Потому что я знаю, что это гречка, но на вкус типа сладко. Но там нет сахара. То есть это такой... Ну ты просто закручиваешь себе в голове вот это всё. Из-за этого у тебя конфуз. А если бы тебе подали в ресторане какой-нибудь деликатес, ты бы сейчас говорила, бау, это конфуз. Я бы так и не заказала, ты шо? Ну как это называлось бы по-модному? Ну, если учесть, допустим, что я уже месяц не ем сахар там. На жёстком правильном питании сижу, то мне бы точно понравилось, потому что это сладко, это прикольно, полезно, да? Но так, вчера я ела хот-дог на заправке с горчицей и кетчупом. Ну да. Как я могу, знаешь, типа сравнивать? Но я бы, наверное, стала это есть даже. Докажи. Она так не задумывалась, сказала, что на камере. Хочется есть это вот так. Мне очень вкусно. Прям очень вкусно. И у меня ещё такое чувство, что... Мы не ем сахар, вот это вот сиху. То есть у меня, видимо, рецепторы вообще по-другому сейчас воспринимают. А ты правильно сказала. У меня ещё такое чувство, что там цветы. Там цветов нет. Вот, типа, как будто там гречка с цветами. И ярко-другой. А какие цветы? Чернобрюссы? Какие-нибудь тюльпаны. Да. Ну, я думаю, что я, наверное, это съем. Возможно. Блин, мам, ну только не обижайся. Ну реально. Я уже привыкла. У меня что-то, у тебя... На любителя скажут. Кто-нибудь лучше любит сырую гречку, хотите сказать? Да. Очень много людей любят сырую гречку. Нет. Я уже эти рецепты брала из интернета. Знаешь, сколько там похвальных отзывов? Это же я не сама придумала. Очень много людей, которые заботятся о своём здоровье. Думают, что они едят. Есть. Давай. Поняла. Ну ты это будешь? Да. Я специально вторую порцию не делала. Знаешь, это не факт, что ты будешь. Ну вот я реально понимаю, что действительно, если я месяц, знаешь, уже не ела сахар, ну то есть там просто привыкла уже к такой более растительной пище, то вообще бы вопросов не было прекрасно. Ну просто пока я ещё на сахаре сижу, на диете сахарной. На наркоте. Да. То это сложно. Так, тебе батат греть или холодно? Ну, не с холодильника, а вот тут ставить. Давай так просто, вкусно вот так. Я знаю. Тебе с кастрюлей? Давай. Па-ба! Вот это моя остановочка. А то ты так знаешь, что тебе так вкуснее. Гретька там. Кастрюлю батата, пожалуйста, мне подавайте. Это тоже полезно, главное. Ну как вкусно. Тортик. Давай. Да, салатик-то. Ну ты пока ешь. Ну, это мне нравится. Очень вкусно. Боже, батат, ну я не знаю, я уже так распалила. Если вы еще не пробовали, спустя столько моих восторженных отзывов о батате, вы обязаны просто попробовать. Ну, его еще надо приготовить. Не беру сердца с ним, в плане ничего не придумывать особенного. Поэтому просто берете батат, чистите, режете его вот такой соломкой, как на картошку, по-деревенски. Потом перемешиваете его с маслом оливковым. Приправы я добавляю обычно сушеный чеснок, карри. Можно, ну, посолить еще. И все это просто вот на противень или в какую-то вот такую кастрюльку, в которую можно запекать минут на 20-10. 30, да. Если любите острое, можно еще перец и можно еще сухой имбирь. Вот я сейчас добавила имбирь сухой, но очень острое получилось. Но вкусно все равно. И это очень полезно. Очень вкусно. Это даже не как сладкая картошка, это как... Я тебе скажу, если тыкву приготовить точно так же, то есть, да... А, я еще туда масло, рапсовое, кстати, масло, сразу обмакнула, как бы полила и перемешала. Да, не запаривайся с сухатом, просто... А если еще туда тыкву вот так же приготовить, карри со всеми, будет то же самое, мне кажется? Да. Там только дешевле в 25 раз. Все, батат реально... Да не, не очень дорогой. Ну, вот это 100 гривен. Не, там 4 штуки было. Ну, с чем сравнивать, смотря. Ну, тыква, допустим, 20. Но попробовать стоит. Да, же, не. Попробуйте. И так, мы с мамой навели красоту, и сейчас едем к ней в зал на тренировку. Я же, надеюсь, все знают, что моя мама там с бабушкой в танцевальной студии у них сидела, мама ведет эту табату, и я, в общем, поеду с ней заниматься. Проявила я желание подвигать задом. Короче, буду заниматься. Надеюсь, я не помру, потому что мама, когда приезжала в Киев ко мне последний раз, она мне предложила дома потренироваться по ее комплексу. Я чуть не умерла, меня хватило на 4 или 5 минут. Нет, 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 это другой комплекс, я тут не провожу, ты шо? То я только, ну, искала варианты и поняла, что ну, надо так, чтобы было сильно сложно людям, потому что нет желания потом ходить. Ну, хорошо, потому что я офигела тогда, я не знаю сейчас, что со мной будет. Нет, у меня очень понравится тебе, приятно будет. Ну, нагрузка будет, будет кайфово. Хорошо. В общем, сейчас потренируемся, и потом, если мы все еще не передумаем, может быть, съездим с мамой в автосалон? Это не точно, мы сейчас подумаем, короче. Мы еще хотели, Маша, съездить на селе, на этом, посмотреть домики эти, куда мы. Да, может, нам проще в интернете глянуть, чтобы не ехать на селену? Можно и вот, знаете? Короче, были мысли у нас на выходных выбраться всей семьей со всеми на природу, ну, типа на природу, на базу отдыха. Хотели с мамой поехать посмотреть, что там есть. Так что, хорошего вам дня вместе с нами, и мы едем. Кстати, очень тепло сегодня. В машине просто нагретой. Да и на улице вдруг что-то холодно. Да нет. Может, я не успела понять? Успела понять. Ты камеру полечила, я не поняла. Красивая у меня такая мама, смотрите. Я уже на месте. Мы приехали. Сейчас мы будем тут заниматься. Это наш зал. Вот, собственно, если вы не знали. Будем тренироваться. Я не знаю, как я с этим справлюсь, потому что я чувствую, какая я деревянная сейчас стала, но надо же с чего-то начинать, поэтому начну сегодня с мамой. Пока на этой неделе буду в Черкассах похожу, когда в пятницу, в пятницу еще будут занятия, потом приеду в Киев, буду заниматься сама, потому что из-за карантина сейчас тренажерные залы закрыты, танцы, соответственно, тоже надо делать все дома, самостоятельно. Здравствуй. Здравствуй. Моя любимая девочка. Я одета сейчас в твою одежду и боковым зрением в зеркало думаю все время, что это ты. Даже я думаю, что это ты. Я тоже твои тиктоки иногда смотрю, и мне такое впечатляет, что я. Периодически какие-то, особенно где ты делаешь лицо, ты-то меняешь. Чуть-чуть меняется, я не поняла. Вроде я. Да. Короче, что я могу сделать. Могу сказать, моя физформа реально в жопе, потому что даже на легком занятии я вам сказала, что это было прям лайтово. И даже женщины, которые с нами занимались, сказали, что сегодня тренировка была лайтова. Я чуть не померла реально. Это капец. Мои мышцы просто... они атрофировались. 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 Надо с этим что-то делать, потому что мне уже даже просто ножку поднять. Ты худее стала. И ты худее, чем я, мне кажется, даже. Посмотри. У меня ляжка больше, чем... Смотрите в комментариях, кто худеет. Ну, мне сейчас, конечно, лосины выигрышные, но они более объемно смотрятся. Я не знаю, но я поняла, что очень тяжело мне сегодня. А что у тебя с ростом? Она опять выросла. А, нет, я не выросла. Ты уверена? Да. А, нет. Поехали, пожрем. А, ты же не ешь. А я могу все. Я бы не ехать. А вот так, а весы мне интересно, сколько... 51. Ой, 54. Похудела. Похудут только что. Ровно, ровно. Одинаковые у нас есть. Нет, подожди. Я выше. Подожди, да. Ты худее, чем я, получается. Может, неправильно он это? 50, ровно. Подожди, сейчас еще раз будет 49,9. Надо будет на мои фон завеситься, потому что у меня... Вот так делай. Похуду, с таким похудела. А ну, подержи. Было просто 52, я помню, в последний раз. Я тоже, наверное, ровно 50 сейчас буду. Да. Нет, тут что-то с весами, мне кажется. Не можем, мы прям... Одни нас пранкуют. Так одинаково. Кроссовки сними. Сейчас я чуть-чуть отнес, сдвину с места, кроссовки сниму. Да, сейчас буду 49,5. Я же говорила. 49,5. А ты без кроссовок. Да я же без кроссовок и была. Ну, еще раз, может, они сейчас тоже 49,5. 40, 50. Я иди. Надо есть больше. Куда еще больше, главное, не понимаю. Нет, ты просто физически ничего не делаешь, и у тебя из-за этого... Не поэтому я сейчас ем скорее много, но редко. У меня нет регулярных приемов пищи. Я могу до 4 вообще не есть, потом нажраться в обед и в 11 часов пожрать еще раз перед сном. Ну, то есть оно неправильно у меня просто сделано. Если бы я сейчас вот наладила себе делать завтрак, обед и ужин по времени, и там перекусы, есть надо 5 раз, небольшими порциями. А у меня наоборот, я ем 2 и как свиня просто. Поэтому нужно это исправить. И спортом заняться, потому что мне только что было страшно. Я поняла, что я, скорее всего, на 5 этаж по ступенькам уже не смогу подняться просто. У мамы же новая машина. Если вдруг кто-то еще упустил, я уже вроде в прошлом влоге об этом говорила, она поменяла свой Opel на Hyundai AX35. И она на автомате. Машинка в целом прикольная. Ну, я хочу попробовать, короче, на ней поехать сейчас. Мы с мамой поедем домой. Скорее всего, я сяду за руль. Но я не знаю, как это будет, потому что я на автомате никогда не ездила. Я ездила только на механике. И это интересный опыт. Короче, я, как вы видите, за рулем. Вы давно меня не видели в этом месте. Наслаждайтесь пару секунд. Я за рулем. Не за своей машиной, правда, но все-таки. Я сейчас хочу протестировать мамин Hyundai, чтобы понять, насколько он комфортен в езде, все такое. И, в общем-то, поеду сейчас на нем домой из зала. Мы приедем домой. Быстренько там нужно кое-что мне по YouTube, по видосу сделать. И мы поедем дальше по делам. Такой на обед и дальше. Но суть в том, что у нее же машина на автомате. Я, как сказала вам, я хочу попробовать, но я переживаю. Потому что это только две педали. Две всего. Одной нет. Моя нога одна ничего не будет делать. Я боюсь что-то сделать не так. Хорошо, если она ничего не будет делать. Да, она должна просто... Хоть привяжи ее там реально просто, чтобы... Там надо какую-то липучку или ремень. Так, у тебя... Это весь процесс, как мы сейчас будем ехать. Мама подснимет. Я, может, вам тоже кусочек покажу. Но основное действие будет у нее во влоге. Мы что тут делаем-то? Драйв. А, я нашла. Все. Мы сейчас стоим на паркинге. Я заведусь. Мне нужно будет включить драйв. И потом реверс, это назад. Нейтралка не нужна нам сейчас будет, да? Да. Не нужна. Все понятно. Можно заводиться? Да. Тормоз правой ногой. Вот, смотрите, видите, там две педали. А обычно вот здесь у меня есть еще одна, третья. А тут просто сейчас ступенька. И вот у меня тормоз и газ. А эта не нужна. А зачем так? Все просто. Всего две педали, место трех. А это же хорошо. Да, но непривычно. И эту штуку не надо. То есть я могу просто держать руль и все. И в носу ковыряться одной рукой. Мама дорогая. Ладно. Заводимся. Включаю, знаю, тормоз выжимаю. Ой, я сильно далеко с ней. Не надо тормоз выжимать. Не надо? Она не покатит? На ручнике еще стоит? Ну да. Подожди, у меня это так на автомате, что я тебе даже не скажу. Не, не надо тормоз нажать. Я? Нет. Нет, ручник не стоит у тебя. Ну, парковка стоит. А зачем тогда ручник, если есть? На всякий случай, если она нейтральная стоит, то ручник. Ну, поставь ручник, типа, будет так спокойнее. У тебя механический ручник здесь? Да. Что ж такое-то, мама? Это вам не Мерседес. Так. Зажигаем. У меня сейчас ощущение, как будто я... Дожди, пока погасну. Там все же те штички. У меня чувство, как будто я впервые сейчас сюда, только учусь ездить. А что так долго? Все? Нет, еще. Да, да. Ну, они некоторые остаются. Руль разблокирован. Так, зеркала мне надо настроить. Хорошо, все, я это выключаю, чтобы не уронить с камерой. Идите к маме смотреть. Я только что подробно все свои первые эмоции комментировала. Мамы? Ой. Прости, 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 пожалуйста. Подробно все свои эмоции комментировала у мамы. Но скажу вам так вкратце. Это не сложно вообще? Я уже привыкла, в принципе, как это делается. Я думала, что я буду ручку еще эту дергать очень долго, но нет, не хочется. Прикольное ощущение, что тебе нужна только одна нога для того, чтобы ехать, по сути. Мне нравится. Теперь я точно уверена, что я хочу автомат. Но у меня ощущение меньшей причастности к процессу. Вот как-то, знаете, мне почему нравилась механика? Потому что я такая, ну, серьезная, управляю машиной. Там как-то вот крутышка, типа, да? Мне на механике больше ощущалось, что я в процессе. Да. А здесь, как я и раньше говорила, ощущение, что я в игрушечной машине, которая просто управляется на пульте радиоуправления, типа такого плана. Вот. К этому нужно привыкнуть. И действительно, сейчас, ну, как-то все так легко. Я прям не думаю, ну, класс. Еще, когда ты уже знаешь правила дорожного движения, ты себе уже спокойно вот видишь обстановку. Ну, то есть это уже так на подсознательном уровне все, скажем, происходит. Автомат чисто для девчонок. Тут, типа, ей делать нечего, реально. Ну, я вот, реально я рада сейчас, что я сдала на механику и поездила год на механике, потому что мне хоть есть теперь с чем сравнить. Ну, то есть я как-то, ой, дорога разбитая. Да, по Смыцкой ехать просто. Я забыла тебе сказать. Поэтому нельзя уже ехать. Ну, короче, как по мне, очень удобно. Особенно для города с пробками. Ой, я же могу поиграть. Особенно для города с пробками. И для Киева будет отличный автомат. Но просто вот это. Нет, рулю. Ну, рулю и рулю, и все. Зато твой мозг будет чем-то занять другим еще дополнительным. Ну, у мамы прикольная машина. Мне нравится. Есть прикольная. Слека жестковатая, вот, кочка. Дай резину надо просто повыше, чтобы она глотала ямки, потому что в Opel'е, да, на самом деле выше резина, и он мягче намного у меня был. Давайте я вам покажу мамину машинку снаружи. Вот такая малышка классная. Hyundai AX35. Аккуратно. Все хорошо. Мне без пленки. В смысле? Ты серьезно? Да. Покажи. Как без пленки, мам? Нет, застрахован. И что? Не можно бить. Гениальная. Гениальная логика. Вот. Такой вот Hyundai-щик. Но мне, честно, нравится... Ну, мне понравилось ехать на кроссовере. Я вот реально хочу себе кроссовер, потому что машина большая, сидишь высоко, чувствуешь себя очень комфортно. За ямой не страшно, куда угодно проедешь. Короче, я хочу кроссовер, но я не уверена, что я сейчас буду покупать кроссовер себе, но мне нравится. На меня, кажется, кто-то накакал. Нет, на тебя сел просто этот, типа, этот солдатик. Да, сейчас... Ой, не люблю солдатиков. Почему? Не знаю, что-то я их боюсь, именно солдатиков. В божьей коробке мне нравится. Ты закрыла машину? Да, а солдатиков я боюсь. Мы решили, что пора пообедать. И мы сейчас находимся в кофейне. Это прикольное заведение, у нас в Черкасе. Частенько сюда хожу. Вот мама второй раз тоже приняла. Будем слушать, сидим, болтаем, солдатаем. Что, обувь, как дела? Вот, вам тоже приятного аппетита. И мы хотели сесть на террасе, но она пока закрыта. А погода сегодня хорошая. Было бы классно. Плеть. У меня такая вкуснотища, морковный фреш. И сейчас еще принесут сырную тарелочку, потому что я сейчас подсела на сыры, прям жестко обожаю, очень вкусно. Ты что заказала? Я заказала кускус с какими-то... С оливками, баклажанами. С шестиками, да. Классно. Попробуем. Горько. Мы тут мимо проезжали, смотрите, кого встретили. Бабушку мою. Даши ее тут. Она собиралась с работы домой ехать, и мы ее поймали вот тут. Моего зайчика. Мы завтра к бабушке в гости приедем, поэтому... И я вас там буду снимать. А сейчас я там вам. Хорошо. Ловите, это вам. Спасибо. Все, девчоночки, давайте. До завтра. Увидимся. Давайте. Дедушки, привет. 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 Теперь мы домой. Ну как? Мы не домой, еще мы в машину. А потом домой. Очень тепло. Я сейчас, вот видите, в свитерке. Прямо холодно. Холодный ветер. Я не знаю, она в свитере с холодным пузом. Я просто на иммунитете, еще после москвы. Мне очень тепло еще. Сейчас с мамой хотим. Давай поехать еще дома, посидим по-моему. Обязательно целый день болтаем. Короче, такой у нас прикольный день. Еще не скоро наболтаемся. Ну и столько и не доболтали за эти три месяца, что там много очень накопилось. Вот. Опять я сказала, вот. Блин, мама, я все время говорю слово вот, его надо перестать говорить, потому что оно... Я тоже вырезаю в начале видео. В начале видео. В начале видео всегда говорю. Так. Кто посчитает правильно, сколько раз за весь влог я сказала слово вот в этом видео, правильно, а ты будешь пересчитать тоже? Тех я буду лайкать, да, я пересчитаю. Так что, ребята, вот вам непосильная задача. Это вот тоже посчитайте. Ой, блин. Да. Вот. Я не могу понять, почему это происходит. А теперь Маша сегодня целый день водит автомобиль. Мне понравилось. Может, она передумает покупать уж слишком крутую тачку, сэкономит денег и купит просто удобную машину, чтобы возить попу. Удобно и не слишком дорого. Ой. Может. А может и нет. Может и нет. Ну, я пыталась. Я скажу. Но я вот сегодня тоже целый день занимаюсь выбором подбора. Есть еще вариант. Я хочу еще обратиться к услугам, возможно, автоподборной компании какой-то, чтобы мне вообще дали понять, что реально, что нереально. Может, мне так будет попроще. Но я видела несколько аккаунтов в инстаграме этих компаний. И одна даже есть знакомая Женя, орла нашего. И там есть хорошая машина. Действительно, это тот бюджет, который я рассчитываю. Есть классные варианты, которые мне нравятся. Прям внешне крутые. И которые по бюджету подходят. Осталось только пообщаться с ними, чтобы не подсказали. Че и как. Ну, хочется. Хочется пересесть на что-то новенькое. Но хочется что-то брать, ну, понятно, не хуже, чем опера. Я, наоборот, хочу здесь что-то получше, чем опера. Поэтому ищу, смотрю. Если вы знаете какие-то крутые модели авто, которые можно купить там до 20-ки, которые будут ездить, ну, 2 года максимум, я потом опять пересяду. Пишите мне в комментариях. Нет, дело не в том, сколько будут ездить. Дело в том, что после этого еще продать можно было. И за примерно те же деньги. Что-то кроме Тойоты Камри, пожалуйста. Пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я сегодня целый день рассматриваю вариант Ниссана Кашкай, потому что мне все-таки нравятся кроссоверы. И Кашкай вроде как неплохой, но я не понимаю, что у него там внутри и реально ли найти красивый внутри, но при этом что в моем бюджете. Рассматриваю варианты там 13-14 годов. Ауди, там Мазда, ну, короче, такое. Вот. Опять вот. Короче, пишите, если вы в этом шарите и можете что-то посоветовать, я буду читать и прислушиваться к вам. Мы поехали домой. Давайте мы вместе с вами поедем, что уже там. Мы будем... Что мы сегодня будем есть с тобой на ужин? Хумус. Если хочешь. В принципе, я не против. У меня там еще есть эти бедрышки куриные, я хотела их запечь. Ну, дополнение. Вот. Сейчас будем этим и заниматься. Классно. Но я уже, в принципе, ездить научилась. Почти. Прости, прости. Чувачок подъехал за ним. Ездить научилась. Автомат это удобно, как я сказала. Ну, очень просто. Поэтому я и хочу, чтобы машинка была такая... Что она так интересная ехала. Приятно, чтобы ехала. Прости, пожалуйста. Что с глазками? У мамы, ну, вот такой семейный автомобиль. То есть я понимаю, что я не вижу себя в 20 лет за рулем Hyundai, потому что, ну, мне хочется что-то более опасное. Не знаю, как еще объяснить. Все правильно. Они там прямо... Стой, 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 стой. У них главное... Прости. Да он ехал без поворотника. Да я с поворотником он ехал. Да без поворотника он ехал. Ну, ладно. Пора ехали, ладно. Тем более, он же видел, что я еду ему навстречу. Надо было либо включить его, чтобы мне показать, либо уже, ну, прости, типа. Давайте еще во время поворота поворотник включи. Я всегда когда успокаиваю себя, я пою. Ну, я не могу. Но в Черкассах так скучно ездить. Это просто какой-то капец. Мы только стоим на светофорах. Один раз разогнались, стоим на светофорах. Мы выше 50 километров сейчас вообще. Зато не в пробках. Тут на светофорах, а там в пробках. Да ну нет, нифига подобного. Ты не сравнивай. Ты там пробочки постоял 10 минут и поехал нормально, по трассе. Ты можешь понять, что у тебя за машина, как она ездит. Хоть как-то нибудь. А тут, ну, тут в Черкассах можно купить реально любую машину, и у тебя она будет казаться охеренно ездящей. В Черкассах, потому что она, ну, выше 50 ездить не должна. Тут просто нет шансов. Такие пирожки. Ну, я сегодня хожу, все на день обращаю внимание на машины, которые я вижу. Пытаюсь понять, какие мне нравятся, какие не нравятся. Ну, и честно, я вообще мало что увидела, что в небо прям зашло. Либо то, что зашло, я понимаю, что оно стоит там больше 40 тысяч долларов. Ну да, мы сегодня тест увидели, хорошая такая. Да. Так, у меня главный чувак, ты знаешь? Ну, знает. Хорошо. Он тут уверенно ехал. Ну вот, она уже должна была переключить, понимаешь? Да, чуть-чуть раньше. Да, да, да. Я мы уже уже тут. Очень старый какой-то спортивный автомобиль. Мне кажется, очень... Это корвет какой-то. Какая-то моделька такая, сильно острый нос у тебя. Да, это. Маловастенькое место. А, нормально. Встанет. Нормально, нормально. Все хорошо. Хорошо. Умница. Мы уже дома. Сейчас мы ужинаем. Не так давно мы с вами в кадре ели. Теперь мы опять едим. На самом деле, прошло уже достаточно времени. На ужин у нас была курочка с картошкой. Салатик. Я вот заедаю салатик. Очень вкусно мама приготовила. Очень вкусно. Очень вкусно. Укусно. Я сижу снова, выбираю машину, потому что это вечный вопрос. Я не знаю. Это очень сложно. Когда такой большой выбор, но при этом такой маленький, потому что очень много критериев, по которым нужно выбрать. Нужно найти ту самую идеальную. Поэтому, по сути, вариантов-то и нет. Потому что она все не идеальная. А, я попробую идеальную. Еще все за разных сторон скидывают свои мнения, которые меня запутывают еще больше. С другой стороны, я сама прошу. Но это не прощает задачу. Вот заедаю страсть курицей. Мам. Скажи мне, чем ты руководствовалась, когда купила Бэху 2000 года? В 2015, ой, в каком-то, в 2013 году. Это что, я купила? Ну, твой муж бывший чем руководствовался? Моими деньгами и своим, этим, желанием детства. Вот. А за сколько ты ее купила тогда? О, если сейчас я скажу этот слух, все покрутят пальцем у виска. Ладно, не говори, потом не скажешь. Угу. Ну, короче, вот и как? Это было сложно ездить на ней? Ну, если сложно. Часто мне... Она у меня не ломалась. Да? Да. Блин. Блин, мама! Ты ее долго выдирал. Долго выдирал, да. А сколько времени ты на ней езжала? Да не знаю. Мне кажется, года два или три. Маш, нельзя савля напрягаться. Мой немолос, больше трех. Да? Да. Ну, какая она была красивая. Да. И старая, но красивая. И очень вовремя продана. Да. Ладно. Буду думать. Спасибо всем, кто пишет мне советы. Вы помогаете мне. Так что я читаю. Ну что, пора спать. Я все мое в лобик, чем вы носит и обнимаю каждого из вас. Я хочу лечь сейчас пораньше, сейчас 12.20. Мама сказала, что разбудит меня завтра пораньше. Мама сказала, что разбудит меня завтра пораньше. Я не знаю, насколько в ее понимании пораньше, но я не отказалась. Это классная перспектива встать пораньше. Поэтому постараюсь это сделать. Я уверена, что мама получится меня разбудить. Она в этом плане очень настойчивая. Фокус не пропадает. Я здесь. Так что ложусь отдыхать. Завтра вроде как много всего надо сделать, но много чего неопределенного. Короче, мы на завтра много спланировали, но не знаю, в каком порядке, что зачем это делать, что во сколько. Точно известно, пока только что на 5 часов мы идем к бабушке с дедушкой в гости. А до этого, не знаю пока. Мне еще надо до конца недели успеть с папой увидеться, с сестренкой увидеться, с Дашкой надо успеть увидеться. Еще с Катюхой тоже хочу. И еще раз с бабушкой желательно. Еще мне нужно, я хотела бы сходить на лазер, потому что я 3 месяца лазер уже не делала, пока я была в Москве. Руки не доходили. А скоро лето, весна, и хотелось бы снова пройти курс. У меня навсегда волосы не ушли, как я вам говорила, после первого раза, поэтому я буду продолжать делать. Мне все равно нравится эффект, хотя он не навсегда, но он есть, и он довольно долговременный. И поэтому я буду делать снова, и завтра напишу в салон, если у них есть время меня принять. Буду очень рада. И что еще хотела? Ну, маникюр, педикюр тоже такое в Киеве сделаю. Просто мне ногти уже очень пора обновлять, уже они сильно отросли. Все, я заканчиваю. Не забывайте посчитать, сколько раз за этот влог я сказала слово «вот». Надеюсь, у кого-то хотя бы хватит терпения это что-то посчитать и сделать. Ну, увидимся с вами завтра в новом влоге. Я уже сколько дней подряд, сейчас я вам скажу. Уже раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Уже семь дней подряд, уже неделю целую. У меня получается постить влоги каждый день, а не через день. И я очень рада тем, что это получается сейчас делать. И я рада, что вам это нравится. Историс, вы классно все смотрите. Вы очень активны сейчас в инстаграме тоже. Вдруг кто еще из вас не подписан на инсту, вы там много чего пропускаете, интересно, обязательно подпишитесь. И увидимся с... Какое слышно слово. Увидимся с вами завтра в новом влоге. Целую, пока.